Если бы я не долбил 0,51 в течение каждого времени, этого бы и сегодня не было. Горячую воду жители проспекта Строителей получили пару дней назад. Сначала задержка после плановой подготовки, а после многократные аварии. Вы просто-напросто, вот ТДК-14, за последнее время, вот начиная с марта месяца, не было такой недели, чтобы у вас не было какой-то аварии на ТДК, на ЦТП. Если раз, а то и два, раза в неделю вы отключаете горячую воду. Совершенно верно. Для проведения ремонта. А по закону вы как должны? Вы не объясняете, вы не предупреждаете. Вы подошли, раз закрыли. Жителям зачем объяснять? На этом можно закончить наш материал. Это и есть краткая суть встречи жителей проспекта с работниками ТДК-14. Ведь последним ответить особо нечего, только согласиться и признать вину. По этому дому до сих пор идут работы, да? Нет, по этому кварталу. Это какие дома, если быть точнее? Ну, 47-й квартал весь. Смотрим, обходим сети, смотрим, ищем утечки. И где утечки обнаружили, значит, производим земляные работы, вскрываем, естественно, ремонтируем сети. А в ходе плановой компании не успевали, да? Не получалось? Нет, получается. Это значит, что здесь никто не застрахован от аварии. Сети в городе изношены на 70%. А 47-й квартал – один из самых проблемных. В этом районе буквально через день что-то ломается, что-то чинится. Радует лишь то, что трубы немагистральные. То есть один порыв не повергнет полгорода в холод. С каждым годом говорят, вот всего настолько-то будет отключение. Ну, как у нас же всю жизнь с позитивом. Правда же? У нас по телевидению, везде в газетах, ну, всего настолько-то будет отключение. Так может быть, уже планово и говорить. Уважаемые граждане Улан-Удэ, вы настройтесь на полтора месяца. Мы возьмем, вот все перекопаем, да? Сидите на самоварах, уезжайте на дачу. Провести капитальный ремонт по всему району нереально. Даже за целое лето или два. Тогда пострадает весь остальной город, ведь аварийно опасных точек не сосчитать. О всех тепловых минах не знают даже сами сотрудники. А денег на их ремонт нет, либо не особо-то и стараются найти. Квартал на вид, и дома вроде бы молодые, но сети уже сгнили. В рамках вот даже этого года мы и так вот здесь провели очень большой ремонт, заменили те сети, которые у нас не вошли в прошлом году. Плюс еще по результатам испытаний сети выходили из строя, мы тоже их ремонтировали. Но полностью все мы выявить, конечно, не можем. Все равно повреждения будут появляться. Одна надежда, что вот мы сейчас взяли контакты, эти телефоны, что мы можем выйти напрямую. Вот девушка, записали мы ее. И, конечно, хочется, чтобы достойно получать услуги. За те деньги, которые мы оплачиваем, нам хочется получать достойные услуги. Спасибо. Спасибо.